Первый способ предлагает использование макросов. Макросы — это специальные команды C++, которые отрабатывают в момент компиляции. Все такие команды начинаются со знака Sharp. Одну из таких команд мы уже встречали. Это команда include, которая подключает заголовочные файлы внутрь другого файла. Для того, чтобы достичь одиночного включения файла, то есть избежать многократного включения, надо использовать следующую конструкцию. Она состоит из условного выражения. Давайте я попытаюсь переписать это на C. Из некоторого условного выражения. И определение переменной. В данном случае определение переменной будет соответствовать выставлению некоторого флага. Соответственно, если флаг не поднят, то есть флаг равен false, тогда мы заходим внутрь условного выражения. Ну и на языке макросов заходим внутрь условного выражения означает обработку кода между if-and-def и ndif. Соответственно, мы включаем код внутрь другого заголовочного файла или другого файла с кодом. Когда мы второй раз будем обрабатывать эту конструкцию, то флаг будет уже поднят, то есть будет определена некоторая переменная. И, соответственно, мы внутрь if-and-def и не зайдем. В качестве флага используется возможность макросов определять символьные константы в процессе компиляции. В качестве символьной константы вы можете выбрать произвольное имя, которое разумно связать с именем вашего файла. То есть в данном случае наш файл называется bar.hpp, и константа, которую я определяю, она просто имя моего файла, набранная большими буквами. Эта константа должна быть уникальной для каждого файла, потому что в процессе компиляции вы будете просто проверять, определялась такая переменная до этого или нет. Как можно заметить, данный подход достаточно сложен и требует каждый раз придумывать новую символную константу. Поэтому компиляторы поддерживают следующее расширение. Это работает не во всех компиляторах, но, скорее всего, в большинстве. Если вы напишете в начале вашего заголовочного файла слова pragma-once, то компилятор поймет, что данный файл необходимо включать только один раз. И вам не потребуется добавлять никакие другие команды. Что значительно облегчает создание заголовочных файлов. Подведем резюме. Зачем нужны файлы для кода? Более-менее понятно. Туда вы кладете определение. Зачем нужны заголовочные файлы? Теперь стало нам тоже понятно. В заголовочные файлы нужно класть объявление. Соответственно, если у вас есть какая-то функция, вы пишете ее определение внутрь файла с кодом, то есть внутрь cpp-файла. А если вы хотите использовать данную функцию за пределами этого файла, то вы добавляете ее объявление в некоторый hpp-файл, который вы включаете в каждый файл, в котором вы хотите эту функцию вызывать. Продолжение следует...